Здравствуйте! Михаил Неверман с вами Великий Надуватель Теперь мы сделаем вторую самую важную вещь в курсе а именно сделаем основание которое годится для колонн для арок для большей части чуть ли не для всех скульптур в общем это тоже самая важная вещь как я и обещал все делается из дешевых материалов по возможности бесплатно значит мы берем кусок древесины или ДСП, который раньше был мебелью чем угодно или фанерой или чего угодно очень широкой доски берем два уголка вот такого типа вот такого профиля на самом деле годятся любые ставим их на доску и привинчиваем их друг к другу под углом 90 градусов для этого нам нужна дрель пардон для этого нам нужна дрель чтобы не мучиться и шурупы единственное зачем здесь надо смотреть это чтобы шуруп не прошел сквозь доску и не начал царапать клиенту пол я не буду вам показывать как здорово я умею прикручивать шурупы к доске вот то что получается в результате когда уголки пришуруплены под углом примерно 90 градусов и вот так соединены оторвать их совершенно невозможно то что нам нужно это основание ну повторяю значит шурупы не должны проходить насквозь почему годится любой абсолютно любой кусок дерева даже самый страшный мы его укроем потом майлорной бумагой мы его сделаем красивым и замечательным вторая часть основания это палка для нашей колонны мы используем вот эту значит для большей части моих конструкций я использую вот такие вот палки ну трубы которые используются обычно для для прокладки электропроводки они мягкие их можно гнуть ломать без приспособления или с какими-то очень простыми приспособлениями значит вот эта трехметровая труба которую я обломал у нее от этого появился острый край и я его приставлю я буду использовать так чтобы острый край был внизу я беру эту трубу приставляю вот так вот к уголкам и все той же целлофановой лентой крепко-крепко прикручиваю крепко-крепко прикручиваю крепко прикрутить надо в двух местах в самой верхушке и внизу на середине для скорости тоже прикручиваю но существенно вверху и внизу и поскольку тут будут шалки мы можем еще заклеить шурупы чтобы они не лопали так иногда бывает но достаточно достаточно редко все основание для колонны готово видите вот я его держу за эту и не падает и это чуть ли эти две вещи как вязать кластер и как делать основание чуть ли не самое главное все остальное мы выучим в процессе на самом деле есть вот это и куча мелких трюков примочек как что делать быстрее аккуратнее и с разными вариациями чтобы одна и та же вещь могла казаться сотни разных вещей я надеюсь что вы сделаете такой такое основание и на следующем уроке сможете со мной сделать вот такую маленькую колонну жду вас